Более половины взрослых людей во всем мире страдают варикозом или венозной недостаточностью. Сейчас мы поделимся простым комплексом упражнений, который помогает уменьшать симптомы проявления варикоза, а также хорошо справляется с отечностью и усталостью ног. Комплекс разработан Бобом Шруппом и Брэдом Хайнеком, двумя американскими врачами-специалистами в области лечебной физкультуры, которые помогают пациентам уже несколько десятилетий. Главное преимущество методики в том, что она подойдет для человека в любой физической форме. Упражнения преследуют сразу две цели. Заставляют работать на вас гравитацию, улучшая отток крови от нижних конечностей. Помогают укрепить мышцы ног, тем самым нормализуя работу венозных клапанов. Перед тем, как приступать к упражнениям, нужно проконсультироваться с врачом. Например, если в сосудах уже есть тромбы, гимнастика может навредить. Подготовка к упражнениям. Основной комплекс выполняется лежа. Под голени нужно подложить подушку, это поможет избежать дискомфорта в пояснице. Лучше приобрести специальную, но подойдет и обычная, или валик из большого одеяла. Для начала нужно сделать несколько глубоких вдохов диафрагмой. Если на вдохе живот надувается, а на выдохе немного западает, вы все делаете правильно. Это поможет улучшить ток крови и лимфы. Сгибание корпуса. Положите руки за голову, на вдохе поднимите корпус, насколько сможете, старайтесь не сгибать ноги. На выдохе опуститесь. Повторите упражнение 15 раз. Это упражнение служит подготовку ко всем последующим. Оно нужно для того, чтобы немного разогнать кровоток в верхней половине тела и улучшить отток лимфы. Далее вы заметите, весь комплекс выстроен в виде каскада. Каждое упражнение спускается все ниже, улучшая отток крови от соответствующей части тела и параллельно укрепляя мышцы. Повороты ног. Немного согните ноги в коленях и тазобедренных суставах, поставьте стопы поближе к ягодицам. На вдохе наклоните колени вправо и опустите их максимально, насколько получится. В идеале они должны коснуться пола, но не нужно прилагать слишком большие усилия. На выдохе вернитесь в исходное положение. Аналогичным образом наклоните колени влево. Повторите 15 раз. Во время этого упражнения работают мышцы поясницы, таза и бедер. Улучшается отток крови и лимфы от области таза. Нередко застой начинается еще на этом уровне, особенно у женщин. Поднимание таза. На вдохе приподнимите таз. Опирайтесь о поверхность только плечами и ногами. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. На выдохе опуститесь в исходную позицию. Повторите 15 раз. Это упражнение дополняет предыдущие, но также во время него сильнее задействуются мышцы нижних конечностей. Сгибание ног. На вдохе согните правую ногу в тазобедренном и голеностопном суставе. Приподнимите ее. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. На выдохе опустите ногу. Повторите аналогичное движение левой ногой. Повторите упражнение 15 раз. Во время этого упражнения работают многие группы мышц нижних конечностей. Кроме того, вам помогает сама гравитация. Когда вы поднимаете ноги, кровь под действием силы тяжести активнее оттекает к области таза и выше, в сосуды, которые вы уже подготовили на предыдущих этапах. Кроме того, усиливается всасывание внеклеточной жидкости, отток лимфы, и это способствует уменьшению отечности. Поднимание ног. На вдохе поднимите правую ногу. Старайтесь не сгибать ее в колени. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. На выдохе опустите ногу. Повторите движение левой ногой. Повторите упражнение 15 раз. Это упражнение напоминает предыдущее, но во время него мышцы работают еще интенсивнее, а голени и стопы поднимаются еще выше. Сгибание стоп. Поочередно выполняйте сгибание и разгибание в голеностопных суставах. Повторите 15-20 раз. Затем выполняйте 15-20 раз сгибание и разгибание одновременно обеими стопами. Во время этого упражнения прорабатывается самый нижний этаж – голени и стопы. В них усиливается кровоток и отток лимфы. Активно работают мышцы. Вращение стопами. Вращайте стопами по часовой стрелке 15-20 раз. Затем выполняйте вращение против часовой стрелки. Это упражнение дублирует предыдущее, но во время него совершаются более активные движения. Также вы можете выполнять два последних упражнения в положении лежа, подняв ноги и оперев их о стену. Это усилит отток крови от нижних конечностей, так как увеличится действие силы тяжести. Какими видами спорта полезно заниматься при варикозе? Комплекс упражнений можно дополнить физической нагрузкой. Самое простое – это ходьба. У нас на канале есть видео о том, как меняется состояние тела, если ходить пешком всего один час в день. Смотрите в подсказках в правом верхнем углу. Очень полезны для ног езда на велосипеде или занятия на велотренажере. Любые активности в бассейне. Присмотритесь также к йоге, но только с квалифицированным инструктором, так как есть упражнения, способные усугубить ситуацию с варикозом. Какие упражнения противопоказаны? При варикозе и венозной недостаточности нужно с осторожностью относиться к любым упражнениям, которые предусматривают высокие нагрузки на ноги. К таким относятся бег, тяжелая атлетика, интенсивные приседания. Дополнительные меры, которые помогут улучшить состояние. Если у вас сидячая или стоячая работа, регулярно делайте перерывы. Хотя бы раз в час. Пройдитесь, разомните ноги. Также есть специальные упражнения, которые можно делать, не меняя положение тела. На эту тему мы сделали небольшое видео. Смотрите по ссылке в правом верхнем углу. Поднимите ноги, а дальше гравитация будет работать на вас, даже без упражнений. Например, придя с работы, можно лечь на кровать или на пол и прислонить ноги к стене. Мы также снимали видео о 12 эффектах этого положения. Ссылка на видео в подсказке. Каждый день устраиваете холодный душ для ног. Он помогает усилить кровоток и предотвратить скопление крови в венах нижних конечностей. А вот подолгу принимать горячие ванны не стоит. Они, напротив, способствуют растяжению вен. Поддерживайте нормальный вес. Лишняя масса тела создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и усиливает венозный застой. Как и в случае с любой лечебной гимнастикой, главное – регулярность. Выполняйте рекомендованные упражнения ежедневно, и вскоре вы заметите, как уменьшится чувство тяжести, дискомфорт и отечность ног. Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.